Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Третья книга Сарс 10.15 Сверх того, что получаемо было от разносчиков товара, и от торговли купцов, и от всех царей аравийских, и от областных начальников. Речь шла, какой прибыток был. Я сегодня хотел остановиться на слове торговля. У нас совершенно неправильное понятие. Торговля, как он удачно, смотри, купил за столько-то, а продал. Три дорого. Библия это никак не поддерживает, не одобряет. И при том, если посмотреть, где мы торговали. Вот ковер этот, я не знаю откуда, купили его или как, но торговля. Вот иконы, которые... Я был в Жордан-Вилле, и там мне в монастыре, в зарубежной церкви православной, много вот эти вверху иконы, которые подарили тоже. То, что мы видим там настелено, это резинотехнических изделий, завод. Директор сильно нам помогал. Четыре подводных лодки. Я вспоминаю, он умер. Я... Не подводный. Вспоминаю его на молитве. Это все у нас не купленное. Но котов купленное есть. Вот это что, строили двери и как? Написано, между куплей и продажей вторгается грех. Как между камнями, когда щель где-то есть. Вот когда сам человек выросел, сколько у нас в селении, молоко. Называется молочный день. Они прокрутили, там сливки у них получились, или сыр сделали. Это без этого нельзя жить. Это необходимо. И они нигде не покупают. Они ухаживают за скотиной и все остальное. Фермер, который есть, он уже бензин купит, это не продажа никакая. По милости Божьей, я внимательно рассматривал, у нас почти никого нет. Но в начале, когда только община была основана, у нас большинство людей пошли на базар. Покупают что-то, перестряпывают и продают. Ни одного нету. Это логово, откуда никто не вылазит. Почему? Один из них более удачный был. Стал машины покупать, продавать. Бросил всю семью, уехал. Потом за границу уехал, все потерял, вернулся. Вот, бывает так. Платить нещем на заводе было. Помню, двое работают, и что, дали колеса. Колеса выпускают, а денег нет. Денег вообще не было. Вот у меня за ребенка рассчитывались. Кабель привезли, это провод какой. Это бартер называется. Это они платили за детей. А если так, у тебя овечки есть, а я топоры делаю. Стоимость определили. Мы обменялись и все. Это законно все. Мы сейчас увидим, как к этому относился Господь. Как говорит об этом Святая Библия. И будем очень осторожны. Потому что обманщики, они не перейдут эту грань, которую Господь показал. Не прикасаться к ней. А что это? Спекуляция. Сегодня этого слова даже нет. А на этом буквально все стоит. Вот мы должны напрячь память только о том, что Господи, в жизни где в самом деле был такой. Вот у нас в природе ни одного торгаша не было. Нету. Особенно мне напоминает отец. Он без руки был. Ну и некому на базар пойти. А сливы такие крупные, в Киргизии-то. Ну ему дали. И он ничего не продал. Он стоял, бедный мучился. Люди подходят, да еще не слышат. Он вышел, варвик вывалил, все, и вода понесла. Да чтобы я никогда больше не стану на это. Я тоже никогда не... Но мы что-то делаем, издаем. Сейчас бывает у нас книги идут за деньги. Это наш труд. Поэтому надо себя проверить и посмотреть, как Слово Божие нас учит. Неемия, 13.20. Я специально взял из разных книг. От начала и до Библии, до откровения. Что интересно, Господь с нами, можно сказать, тоже торгуется. Мы найдем это место. Одно место такое я нашел. А главный торгаш, это дьявол. Он много дает, а душу покупает. И он у Христа берет, и это же самое делает. Неемия, 13.20. Вот он же лежит, вот он. 13.20. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Надо место хорошее выбрать. Я на днях ходил на старый базар, все рассмотрел и увидел там, чем только люди не торгуют. Это так же было. В субботу нельзя торговать. Нельзя, двери заперли. А завтра-то я где буду стоять-то? Все перелапки заняты. Они приходят к субботе. И под стеной города остаются ночевать. Он когда узнал, бил, проклинал их, еще раз будет, все будет отнято, разоришься. И тогда перестали приходить. Торгаши, они много чего делают. По разуму. Деловая Америка, такая книга была, я раньше читал. И как торгуют там, и как здесь, и как на Востоке. Это искусство огромное. Жена какого-то дипломатического работника пришла купить шубу. Сказал, она говорит, это дорого. Ну, дорого так не бери. Я сказал, дорого, чего ж ты не сбавляешь-то? И она не знает, что дальше делать-то. Он видит, что она не понимает. Он взял кучу денег, мусора-то и бросил ей в лицо. Подали, поройте, что дошло дело-то. А на Востоке так есть. Они начинают спорить, допустим, тысячу запросил. А кончат, там сотни даже нету. Вот такое-то время они все понимают и говорят друг другу. Надо знать порядки в другой нации. Мне пришлось много ездить. Я увидел, что необходимо знать не только культуру этого народа, но и как они живут, что больше всего ценят. И везде. Они нацисты. Прибалты. Я ни одного нациста там не видел. Они любят свой народ. Я изучил их язык, разговариваю, они не знают, куда меня посадить. И ничего никогда не брать. Можешь давать, но не брать. Вот запомни это. Блажение, Игорь, давать, нежели брать. Мы остановимся на Святой Библии. Что она нам говорит об этом? Дальше. Из Икира 28, 16. Сейчас посмотрим, где главный торгаш. Главный во всей вселенной. От обширности торговли твоей, внутренне твоей исполнилось неправды. И ты согрешил. И я не зверг тебя, как нечистого с горы Божией. И знал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. То есть, самый высокий ранг имел на небе и поднял. Торговать как? Он торгует, вот разговаривает, берут университет. Что главное? Я смотрю, как люди что ищут. Я ему это предлагаю и взамен говорю. А иногда открыто говорю. Душу даешь? Да я не верю, что душа есть. Вот это хорошо. Поэтому видишь, что человек не знает Бога. Если возможно, постарайся обойти его. Он будет обманывать тебя. Узнает, где живешь, и тебя еще на дому поселится. Я встречался с разными нациями. Вот меня как-то Господь так проводит. В милиции меня ни разу не обманули. В КГБ ни разу не обманули. И какой-то нашелся тут из Казахстана или где торгует. Урюк называется. А мне в лагерь надо. Я взял полмешка примерно. Он увидел, что я беру и плащу. Он привез мешков шесть. Мы, наверное, лет десять в лагере питались. Если надо будет, опять приду. Вот не встречался мне вне одной нации такой человек, чтобы он делал, и я ничего не сделал. Вот не было этого. Почему? Торговать не умею. И Господь уже такой щадящий режим меня в жизни создал. Это пал с неба. Обширность торговли его. Он захватил весь мир. Это речь идет о дьяволе. Херувим осеняющий. Читаем дальше. Матвея 22.5. Я много не успею даже посмотреть. Просто засчитаю эти места. Сестра запишет. 22.5. Но они пренебрегся то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свое. Когда звали на бракосочетание, в жизни это идет обязательно. Начнешь говорить, ну приходи, вот там-то занятия, идут в храм. А мне некогда. 50 лет и ни разу не... Да все некогда. Это неправда. У тебя времени не хватает, и Анзатаус говорит, иди в храм Божий молись. У тебя на все время будет хватать. Ты на молитве уже поймешь, многое тебе не надо, где ты мечешься зря. Туда не надо было идти, тут не надо разговаривать. Ты научись так делать, чтобы перед тобой стоял путь, который Господь указал. Мы вот видим, самое большое наказание, это когда люди не платят десятину. Не платят. А что я должен давать? Я заработал, попу понесу где-то. Не попу. Богу. Бог говорит, это моя десятина. Вы обкрадывайте меня, ни себя, ни семью. Меня обкрадывайте. Моя десятина я тебе дал. Ты заработал тысячу. Моя сотня там. Почему? Потому что мы согласились вместе. Ты же не против, что земля под ногами не колеблется? Нет. А свет тебе надо, солнечный, надо мое солнце? Все, сто процентов мои, но я положу только десятину. Вот заметь, воздух, дождь, все дает Господь. И что посадил какое-то зернышко, от него там теперь столько наросло, это свойство земли. Ну, на огороде, посмотрите, такая же земля, все одинаково. Арбуз сладкий, лук горький. А перец в руки взять нельзя, плакать больше. И почему? Мудрость Божия. И поэтому, когда мы считаем книгу Малахия, об этом прямо говорит 5 глава, 8-9 стих. Господь говорит, проклятием вы, проклятый весь народ, вы обкрадываете меня. И сразу вопрос, кто задает, непонятно. Чем мы обкрадываем тебя? Он говорит, десятиной приношением. Ты отверзи это все. Небо отверзу тебя, пролью благодать на тебя. Вот оно откуда. Если мы говорим это, Господь с нами как бартер какой-то делает. Я ему даю десятину, его же десятину, а он мне еще на десять десятин сверху дает. И дождь вовремя и все будет. Мы должны понимать, что торговля это не грех. Грех, как ею пользоваться. А пользоваться нужно так помнить, что везде Бог участвует. Даже эти книги мы бы ничего и не написали. Пошли бы люди, которые не помогли. Вот на следующей неделе мы ждем третье издание Нового Завета. Сколько мы претерпели за него. Ну как будто все доходит. И сразу же затевает другое. Издать четырехтомник моих стихов. То помолитесь об этом. Потому что 70 процентов мы все подарили библиотеке. Много-много труда заложили. Поэтому так благословение и идет. Нет благословения там, где люди не понимают, что на этой работе неверующим работать нельзя. Вот я пришел к выводу. Судьи, там прокуроры и все, кто юриспруденцы. Они должны быть верующими. Неважно кто он. Католик, православный, баптист. Главное, мусульмане или кто. Чтобы он знал, что там есть суд Божий. За все придется отвечать. И он тогда не будет делать и взятку брать не будет. Сколько судят? Специальные зоны для милиции или других. Зоны отдельные даже. Потому что с общими преступниками нельзя. Там сразу убьют они друг друга. Я видел это своими глазами. Такой сан. Там должность такая. Неправильно распорядился деньгами. То есть торговал чем-то. Давал земля, которая не принадлежит ему. И еще не оставалось одно. Только пришли арестовывать. Он уже в кабинете повесился. И не приведи Господь попасть на этого торговца, которого считали в Закии. Он человеку что-то дает, но свое он требует обязательно. Я тебе дал это. Я тебе нашел такого человека, который не побоялся, обладая должностью. Он тебе здесь выделил все. Тут никому нельзя строиться, а я разрешил тебе. То есть все это купля-продажа на ней чисто. Не положено. Но не надо. У нас-то тоже было. Мне предлагали чего. Если никто не знает, у меня шел суд после как реабилитирован был. Я 11 лет шел в суд. И они мне по государственным расценкам тогда же 11 миллиардов должны были. Это другие деньги-то были где-то. И вот, по милости Божьей, смотрите, что 13 соток и два здания. Я не настаивал. Но только одно, что было недалеко от остановки. И земля внизу была сухая, что подпол был. Тут бабушки в основном будут ходить-то. Еще раз скажу, меня никто не обманул здесь. Мэр города, который в десятку лучших мэров Российской Федерации входил сюда, приезжал не один раз. Помолитесь о нем. Владимир, он нечаянно погиб. Вы знаете, о ком я говорю и не хочу дальше говорить. Каких людей дает, которых весь мир знает и жалеет. Я до самых 12 часов звонил и звонил, верующий он или нет. И, наконец, главный редактор центральной газеты, Алтайская правда, ответила, да. Есть снимок, где он стоит с ребенком, такому-то крестит, он у него кок был. Его любовь к нам, это нельзя выразить, это же как. Я что-то увидел не так. Дошел до дома только с занятий. Он позвонил, сразу все принимают. Копали здесь, земля на улицу выстрелили. Надо вывозить. Только сказал слово, все бесплатно. Он приходил, тут смотрел, все, как ему нравилось это, как быстро все сделали. И в памяти все это осталось. Я говорю, что это благодать Божия, когда такие люди выходят на нас. Они ничем не торгуются. Кто-то мог бы ему сказать, да с кем ты знаешься, ну кто я такой-то. Нет, не так. Я могу много назвать людей в нашем городе, которые со мной общались и старались всячески помочь. Ни один, ни два. А, какую-то пометку сделали, когда я этапами шел в лагерь, меня пальцами никто не тронул, а других убивали буквально. И это сделал, и говорили, КГБ все и стирает. Не так. Там были такие люди, с которыми я много беседовал, которые первый раз арестовали меня, пообещался матери, я его вырву из тюрьмы. Он приехал и вырвал меня, и домой привез на своей машине. Юрий. Его нету. Если будет возможность, то помяните. Он не отрицал Бога. Меня неоднократно на беседу вызывал начальник тюрьмы, полковник Александр. И умер по-христиански. Следователь умер по-христиански, Виталий. Вот тот же еще никакого не было. Не отбивался от статьи, что есть, то и есть. Помоги, Господи. Я просто пользуюсь своим опытом, а так можно много сказать и не будет. Это реально? У меня есть свидетели, которые это видели. У Бога все высчитано. Какой бартер? Вот и весь сказ. Я везде свидетельствую об этом. У Бога так много людей. Сколько огоньков зажигается, когда ты поморешься. По всей земле. Итак, считаем. Марка 7,4. И придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Даже ничего не трогал. Ну, через базар прошел или проехал, надо прийти домой, тщательно руки вымыть. Ну, насколько уж тут, может быть, до плеча. Почему? Сам воздух осквернен там. И это они понимали. Это парисеи. И тут говорится, что они считали, что без этого не спастись. Вот что плохо-то. А что, говорит, такая обстановка на базаре. Я вот сейчас побывал, два дня назад там посмотрел. Нельзя удивляться, что такие слова здесь написаны. Все везде абсолютно куплено. И где-то надо кому-то дать. А кому надо дать, то даже не спросит. Приходит и дает. Берет сам. Я видел. В другом месте, не у нас здесь. Подходит, дай. А там удивляться, некуда он дает. Это перед Богом, как проклятие. Если у кого-то кто-то работает, где-то в магазине, то другое. Говорите, чтобы никакую... Что там продают, я не знаю. Без торговли нельзя. Потому что не все же имеют хлеб, пекут и прочее. А бывает уже и негодно. И вот показывает сегодня. У них называется судья Кадий. У мусульман. И он не просто как у нас сидит в кабинете. Нет. Он идет с обслугой, идет по базару. Ты чем торгуешь? Хлеб. Какой? Такое там взял. А почему у тебя просто какое? Я же тебе говорил, ты народ обманываешь. Так, взять его. И гвоздями, примейте за уши, за ворота. У другого подошел. Опять обман где-то. Так, арестовать. И все это показано сегодня. Ну, может быть, это показное такое. Но я знаю, они такие. Если с ними переговорил. Обмана. Я у них много печи делал. Ни разу, нигде, ни один не обманывал. Мало того, он другому скажет, что делает здесь так-то. И он тебе еще рекламу даст где-то. А они не православные. Нам надо смотреть и видеть добро. Потому что всякое доброе даяние от Отца Светов написано. Не от того, что он добрый. Но его этому учат. У нас как разошелся и ловят его алименты платить. У них нет. Он в Европу уехал, его поймали, говорит, сейчас привезли. На площади так, когда драли, что наносил, как думают, понесли. Попробуй убеги еще раз от жены. Назад ты уже не вернешься. У них строгая дисциплина. Не так. Собрались двое, выпили. Вы знали, пить нельзя. К утру обоих казнили. Поймали, китали наркоманов сколько, выстрелили сколько, говорит, 47. 47. Но мы их пока подержим, чтобы они работали, заработали. Сколько стоит патрон один. И при всем народе расстреляли сразу. И все тут снимается, съемка идет. Нам надо слышать, от чего нас Бог избавил верующих. Не дай Бог, когда будут у нас такие законы, у нас они как будто не коснутся. Мы не отступим от веры своей. Телом своим торгуют. Идут прямо, телом торгуют. Выставляют везде в интернете, желают и прочее, прочее. Люди платят деньги и торгуют телами. Не только женщины, но и мужчины. По вызову. Сохрани Бог, о чем мы слышим. Мы из Священного Писания узнаем. Все свято с Богом нашим. Итак, Иоанна 2.16. Прочитали? Нет. Так, не дошли. По порядку идем. 2.16. И сказал продающим Голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте дом в торговле. Самая страшная торговля в храме. Господь никого пальцем не задел. А здесь, откуда веревки, говорит, храм ремонтировали, веревку он сплел их в несколько. Она толстая такая делается. И тогда пошел их опрокидывать. Конечно, нет. Бищ, а для чего ему нужен был? И даже вещи не проносить через это. Вот как храм Божий. Храм Божий. А его сделали домом торговли. Как будто какой-то комок. А дальше второй раз вертепом разбойников назвал. Сколько вот мы видим, везде торгуют. Милостью Божией у нас ни разу с тарелкой не ходили и не торговали. Вот эту свободу мы должны беречь, помнить. Это дар Божий, великий дар сегодня на храмах. Я им делал, Покровский собор, одна церковь была, торгуют. Я достал толстую веревку, канат по которому лазит, нарезал такими кусками, завернул в газету и всем торгашам подарил. Благощины узнал, меня вызвал, это вы им подарили, а сам сидит улыбается. Вот она говорит, я говорю, веревка ждет вас, рано или поздно вас Господь дойдет, его нету. Но если Христос придет в наш храм, он вытурит вас отсюда. Вы включите десятину. Да с кого одни бабки? Ты не знаешь, десять бабок одного уже прокормят. Самое главное, ты перед Богом будешь прав. Ты не будешь бояться, что Господь придет, и ты как бы не отпорол меня. Я говорю, что отчитает. Дальше. Деяние 16.14. И одна женщина из города Феатир именем Лидия, торговавшая Багреницею, чтющая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее, внимать тому, что говорил Павел. Торговка какая она была хорошая. Откуда у нее материя торговала, не знаем. Ткали сами, у нас в деревне делали холстину, такой материал крепкий где-то. И она уверовала. Специальность какая была? Торговала. Значит, торговля не запрещается, особенно в нашем сирене. Они торгуют мясом, торгуют яйца, мед. У нас мед привозят в соседние деревни, продают здесь. Это его работа. И вы своим подсказываете. Не так, что где-то я там буду. Ну, бывают такие компьютерные игры. И ставят, и выигрывают что-то. Рулетка разная. Все это грех. Только то, что потом своим, в поте лица будешь есть хлеб свой. И дальше. Иаков 4, 13, 14. 4, 13, 14. Теперь послушайте вы, говорящие. Сегодня ли завтра отправимся в такой-то город? И проживем там один год? И будем торговать и получать прибыль? Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время. А потом исчезающий. Никогда ты не знаешь, что будет. И поэтому вперед торгашам запрещено это. А я поеду, вот здесь накуплю. Вот когда было, это надевали. Это один на 3 миллиона, что ли, купил. И он сразу сделался миллионером. Люди берут. Даже сегодня, когда не требуется этого. А некоторые без этого жить уже не могут. Это мы в наше время видим. Дальше считаем. Первое Коринфянам 10, 25. Теперь апостол Павел в Коринфянской церкви говорит о торгашах что-то. Все, что продается на торгу, есть тебе всякое исследование. Для спокойствия совести. Вот как. На базаре продается так. То есть, может быть, оно окроплено чем-то было. Я как-то сказал, знаете, специально, вот как у евреев это есть. Они продают такую пищу. Там никогда свиного мяса нет. Все это смотрят. И в самолете раздают. Люди придумают, что попало. Я считаю, я говорю, да вы с ума сошли. А они его кровью, там, младенцев убивают. Вы что, когда простого животного нельзя кровь, он будет тебе. Ты с ними хоть разговаривал или нет? Они продают кошерную пищу. Проверенная, хорошая. И поэтому, когда такие слухи распространяют, близко не подпускайте и заступитесь. Скажите, это ложь, а ложь от дьявола. Где вы это видели? Ты видел это? Нет. Это нам, а нас никто не заботится здесь. Какую пищу мы берем? А они заботятся. Моца своя. Там все по нормам. Сколько должно быть соли и чего и как. А русские здесь им продают, в самолете раздают. Ну, хочешь, бери. Ну, за цену определенно. Ты знаешь, что там уже ничего нет, то что запрещено. И у нас еще запрещено бывает. Откровение. 18-17. Видите, какой широкий диапазон берем. Мы сейчас еще вернемся назад. 18-17. Ибо в один час погибло такое богатство. 18-17. Так, 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 так. 18-17. Потому что есть какой-то город. Вавилон. Последний. И его сожгут. Какое богатство. Торговало со всем миром. Вот еще что будет впереди. И купцы посыпят голову пеплом. Лишились теперь все прибытка. Что это будет? День покажет. Но, однако, на деньгах далеко не уедешь. Научитесь жить. Мы каждый день молимся. Господи, научи нас жить в бедности. Быть во всем экономном. Видеть нуждающиеся в нашей помощи. Утреннее молитву мы всегда это поминаем. У нас, чтобы было питание и одежда. А в конце говорим, дай каждому хорошее жилье. И поминаем, кто приехали сюда. Вот вас нету на наших молитвах. Вот я вижу несколько, минимум три сестры, которые знают, что именно так. И Господь так и благословляет. А ты хотел бы больше? Не хотел. Там богатые, где они там бывают. Ездят. Куда ездить, когда я не дождусь, когда я пойду в свою деревню? Я в Америке был сколько, не мог дождаться. Ничего лучше нашего места нет. Там все по-другому. Все это деньги везде. Все это залезы на порядок. А у нас привез бревно, лежит тут второй год перед домом. Никому не нужен ты. А там нет. Крыша протекает и узнали. Нанимай скорее, ремонтируй. Краска сбитая, должно быть чисто. Наши вот эти как бы правила такие безалаберные, А они нас настраивают на то, лишнее время не трать. Трудись для Бога. Дальше. Псалом 118 и 162. 118, 162. Радуйся слову твоему, как получившим великую прибыль. Вот где наша прибыль. Слову твоему, которое тебя на все научит. Вот какая необычная тема торговля. А сколько мы сейчас прочитали. Да это не все. Просто времени нет. Я скажу с сестре, чтобы записала. Притча 14, 23. Пиши. Первая Коринфянам 9, 11. Галатам 6, 6. Откройка. Галатам. Малахия, говорю. Малахия 5, 8, 9 стих. Матфея 10, 10 еще запиши. Риминам 15, 27. Премудрость Соломона 15, 12. Как люди говорят, ничего кроме прибыли в жизни не надо. Серахов 28, 2. Первая Тимопея 5, 17. Деяние. 4, 8. Так, прочитал. Галатам 6. Да, 6, 6. Наставляемый Словом. Делись всяким добром с наставляющим. С наставляющим. И особо заботясь о тех, которые проповедуют. Тут я, которые места назвал. Особо. И поэтому, чтобы у священца было все, их побуждает Господь на этот бар. Вы проповедуйте, как должно. Люди будут приходить, люди будут честные. А не так. Лишь бы, говорит, кадила в руках ходила. И это нам все Господь сегодня показывает здесь, в Святой Библии. Я тоже торгаш. Даже не знал этого. А когда стал заниматься этой темой, так и видно. А где это узнали? Вот, еще раз показываю. С трудом, добытое, мы отдаем. Много отдаем. 70% от книг бесплатно ушло в библиотеки. Ну вот на этом, можно сказать, все. И поблагодарим Бога. Как мне кажется, что у нас нет ни ворованного, ни незаконной прибыли. Настолько Господь нам это все очистил. Люди такие все. Богу нашему слава во веки веков. Аминь.